С января этого года вступила в силу поправка федеральный закон, который касается прав потребителей. Как отразятся эти нововведения на взаимоотношения предпринимателей и их клиентов, узнал Иван Подойницин. Предпринимательскому сектору, согласно вступившей поправке к 294-му федеральному закону, дается право самостоятельно удовлетворять требования клиента, пока в ситуацию не вступил надзорный орган. У нас потребители обращаются сразу непосредственно к государственным органам, не обращаясь к исполнителям. Получается так, что они даже не в курсе, что они нарушили чьи-то права. Они бы хотели, чтобы, конечно, в первую очередь ставили об этом в известность их. И что они в большинстве случаев это в досудебном порядке удовлетворяют. Во многих случаях хозяйствующие субъекты вынуждены отказывать в ответ на жалобу, так как претензии потребителей больше эмоциональны, чем фактически оправданы. Поэтому, отмечают специалисты, больших изменений предпринимателям ожидать не стоит, кроме возможного увеличения срока разбора ситуации. Как показывает практика, 60-70 случаев потребитель не прав. А в любом случае на предпринимателя это нагрузка. Надо менять не 294-й закон, а закон о защите прав потребителей. По нему предприниматель обязан удовлетворить требования потребителей в течение 10 дней с момента обращения. Это неправильно, потому что закон автоматически ставит предпринимателя в неправую сторону. Защитники прав предпринимателей также предполагают, что основные три сферы, которым может поспособствовать эта поправка, это торговля, здравоохранение и сфера услуг, так как именно там, по их мнению, преобладает количество необоснованных жалоб. Достаточно часто родители сами без примерки приходят и покупают одежду для своих детей. Ну, соответственно, периодически возникают такие моменты, что каким-то образом он могло не подойти по размеру, по цвету. Может, просто элементарно не понравилось ребенку или не сидит на нем. На самом деле поправка, по моему мнению, вполне себе отличная. То есть дело в том, что люди бывают разные. То есть кто-то посчитает нужен, допустим, минуя общение с предпринимателем, попытаться как-то уладить недопонимание. Однако, одна из основных целей поправки – это скоординировать поведение потребителя в спорной ситуации. Но при этом будет необходимо активнее защищать свою позицию, а может где-то и стать грамотнее в правовых вопросах. В связи с этими изменениями потребителям больше придется самостоятельно защищать свои права. Самостоятельно писать претензии, самостоятельно ходить, получать на них ответы. И данный претензионный порядок не требуется в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни и здоровью, если это касается также безопасности товаров и услуг. То есть, когда помимо нарушения потребительских прав идет нарушение санитарного законодательства и законодательства технического регулирования.